Всем привет, водоплавающие! И сегодня мы поговорим, как вы могли догадаться, о брасе. Потому что Евгений с Алексеем в нем вообще не разбираются, и мне приходится отдуваться за них двоих. Сейчас я расскажу пару маленьких секретов, как улучшить свою технику и ощущения в воде на примере упражнений. Поехали! Наверняка многие, когда плывут брасом, чувствуют, что у них не получается хорошо захватиться руками. Дело все в том, что вы не используете на 100% свое предплечье. Чтобы исправить эту ошибку, могу вам дать два вида упражнений. Один вид – это мы берем в руки теннисные мячики, зажимаем их и плывем брасом. Задача данного упражнения в том, чтобы опираться на предплечье, потому что это достаточно крупная часть руки, а не на ладонь. Сначала вам будет казаться, что вы не двигаетесь вообще в воде, что вам очень тяжело и продвижение примерно нулевое. Но стоит вам убрать мячики из рук, как сразу же вы почувствуете опору на предплечье, и вы будете лучше цепляться в воде при захвате. Еще одно хорошее упражнение, чтобы лучше прочувствовать работу рук в брасе – это согнуть ладони в кулаки. Так вы полностью убираете ладони из грибка, и приходится опять опираться на предплечье, чтобы продвигать себя. Сначала вам будет казаться, что вы вообще не продвигаетесь в воде, как и в предыдущем упражнении. Но на самом деле, просто все предыдущее время вы отключали вот эту часть руки и не опирались на нее. А сейчас, когда у вас у организма экстренная ситуация, и у него просто нет опоры в виде ладони, ему приходится использовать любые способы для продвижения дальше. Таким образом, эти два упражнения помогут вам улучшить опору руками в брасе и включить предплечье, которое, оказывается, не работало ранее. Далее мы поговорим о самой популярной ошибке многих брасистов. Около 80% делают ее. А именно, они прижимают подбородок слишком сильно к шее или бокивают с головой. То есть, они поднимаются, делают вдох и идет кивок. Часто таких называют лошадьми, потому что они кивают, как лошади. И вот, чтобы исправить эту ошибку, берем тот же самый теннисный мячик и засовываем его между шеей и подбородком. Таким образом, мячик не будет давать подбородку опускаться и будет правильное расстояние между шеей и подбородком. Данное упражнение поможет вам исправить киво головой или слишком опущенное ее положение. Переходим к следующему упражнению. Оно поможет включить корпус в брасе. А именно, вначале мы делаем полный цикл брасом в координации. А в следующий цикл мы делаем руки-брас, ноги-дельфин. Вот только представьте, вы уже сделали толчок брасом. И казалось бы, что все, уже скорости нет. Но если вы добавите чуть-чуть после толчка ногами подъем пяток, небольшое волнообразное движение, которое у вас перейдет из бутерфляя, то у вас будет еще дополнительное продвижение за счет корпуса в брасе. Также, чтобы помочь себе немного корпусом после толчка, в брасе можно применять еще одно упражнение. Это руки-брас, ноги-батерфляй. Из-за того, что у нас идет активная работа ногами-батерфляем, эта инерция передается и в корпус. Тем самым он будет как бы делать волнообразное движение, и еще спина будет помогать продвигаться дальше. Итак, будем немножко завершаться. Подведу краткие итоги. Для того, чтобы улучшить ощущение в воде при захвате брасом, советую плавать упражнение либо на кулаках, либо с мячиками в руках. Для того, чтобы убрать кивание головой, либо слишком низкое ее положение, просто засовываю мячик между подбородком и шеей. Чтобы добавить работу корпусом в брасе после толчка ногами, советую плавать упражнение «Один грибов в координации» и «Один руки-брас, ноги-дельфин». А также просто упражнение «Ноги-дельфинам, а руки-брасом». На этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, на ютуб-канал. Плавайте брасом. Всего хорошего.